В мое время, когда социальных сетей еще не было, мы проводили немало времени в курилках, беседовали друг с другом на рабочих местах, читали, чаи гоняли и так далее. Причем этому совершенно не мешало присутствие руководителей в одной комнате с подчиненными. Руководители тоже достаточно охотно вовлекались во все эти занятия. И так бывало каждый раз, когда работы было недостаточно или когда представлялось, что времени для конца работы еще хватит. Поведение на рабочем месте определяется прежде всего тем, есть ли в данный момент работа достаточно серьезная, достаточно объемистая, чтобы занять все время. Или есть возможность отдохнуть. А уж какими именно формами отдыха будет заполнено свободное время, это вопрос текущих обстоятельств. Поэтому, как показывает опыт тех организаций, где блокируют выход в социальные сети в рабочее время, а такая практика достаточно распространена по всему миру, это вовсе не гарантирует их успех в борьбе с конкурентами, где таких запретов нет. Более того, как показывает обширный опыт, при частом переключении с работы на отдых, работа в целом не страдает. Еще Иван Петрович Павлов, первый русский Нобелевский лауреат, один из крупнейших в мире исследователей нервной деятельности, отмечал, что лучший отдых – это перемена рода занятий. И таким образом человек, переключающийся с работы на те же социальные сети, в конечном счете, когда возвращается к работе, чаще всего делает ее лучше.